Продолжение следует... Все готовы? ...самых гениальных людей планеты. Владимир Ильич Ленин... Это не просто основатель первого в мире социалистичного государства. Это прежде всего гениальный стратег ученый. Человек, который 25 лет исследовал капитализм в России, шел к неутешительным выводам. Если капитализм в России носит перебиренный характер, то неизберно будет очередной передел мира между капиталистами. И Россию втянут в эту страшную войну. Она не выдержит этого удара. Это открытие он сделал за 20 лет до того, как началась велика в тяжестере. Но он понимал, что на идее имперской, идее национализма и державного величия не справится с задачей собирания страны в единое целое. И он предложил миру новый порядок. Порядок, именуемый в уважении к человеку труда, высочайший гуманизм, великолепное образование и самая современная модернизация. Венецкая столица модернизация стала открытием всего человечества и позволила распавшейся, сгоревшей в Первой мировой войне империи собраться в новой форме, в форме СССР, Союза Советских Сатаристических Республик. И эта уникальная страна под его руководством за 5 лет провела 4 варианта блестящей модернизации. От военного коммунизма, когда были все силы отмобилизованные для борьбы с Антантой, 14 иностранных государств, которые разделили уже Россию на куски, как шакалы на нее набросились, пытая растерзать. Ленина услышала и вся военная патриотика царской России. 86 тысяч царских офицеров и генералов пришли служить Красную Советскую Армию, созданную Лениным, по сути дела, с нуля. Я хочу, чтобы эти слова Путин сегодня услышал, когда ему брошен вызов, когда против нашей страны накладываются санкции, врицают оружием, и натовцы окружили со всех сторон, как волки вцепились в горло современной России. Он должен уметь сплачивать, объединять людей, так, как это делал Ленин, начиная с 1917 по 1922 год. Владимир Ильич предложил, когда увидел, что христианцы недовольны его политикой, политикой советской власти, снова перевел политику от военного внизу в Родразверске, потом в Роднолову, предложил план Белоро. Этот план полумертую страну стал поднимать высоту индустриализации. Сталин продолжил эту уникальность. Вчера я, слушая послание президента, думал, вот у него перед глазами есть столетний потрясающий опыт мировой истории. Ну ты изучи этот опыт и пойми, что дало самые лучшие результаты в тех и других и современных условиях. Тогда ленинско-сталинской модернизации позволила стране развиваться темпами 12-15, а то и 17%. Это был рекорд в мире. Самое поразительное, что Ленину досталась безграмотная страна. Ардий Торой не умел читать и писать. Вместе с Всевышленной комиссией под руководством Держинского, которая боролась с саботажем преступности и бандитизма, была немедленно создана вторая Всевышленная комиссия по борьбе с безграмотностью. И страна встретила в 1941-й самой грамотной, самой читающей, лучшим станочным парком, лучшими научными кадрами и лучшей системой в мире образовательной. Я не устаю повторять, когда фашист-генералов допрашивали и сказали, что ж вы проиграли Красной Армии, когда до этого подчинили все корабли, все железо, все заводы, все борты Европы и обрушились на Советскую Родину. Они сказали, вообще-то мы проиграли не Красной Армии, проиграли советскому учителю, мы даже не поздравили, что он за 10 лет подготовил такого патриотичного, грамотного командира-солдата-официента. Вот вчера ходили обманутые девчата и подростки. Если бы они знали, что такое настоящие патриотики, если бы они изучали по нормальным учебникам историю великой державы, если бы у них в душе был бы русский патриотизм и гордость за тысячелетие державы, они бы никогда не поддерживали тех, кто продал и предал страну и готовы ее поджечь, сюда притащить новую Антанту и разделить Россию на Пусть. Никогда. Но Путина я вчера давно таким не видел, он с трибуны так возмущался, что у нас написали учебники истории, в которых нет Сталинградской битвы. Да мы вот с нашей командой, здесь стоит академик Кашин, здесь мои друзья, здесь Афонин преподавал иного по университетам и так далее. Давно им на стол положили эти учебники, написанные под пиктовку Сороса за его деньги, кредерами и всякой прочей мерзости. Он знает прекрасно, но эти учебники, его же помощник Фурсенко, его же министр Ливана утвердил для нашей школы. Я с Думы возмущаюсь, показываю, гляньте, кого вам учат. В этом учебнике он вчера возмущался, а уже 10 лет этот учебник шастает по нашим классам. Там, где наши нормальные губернаторы, вот Клочков рядом стоит, на Орловщине. Там давно их выкинули с учебного процесса. Но это должна делать государственная власть, прям как всей страны. Мы недавно с Кашиным были в центре управления полетом. Это вершина нашей советской цивилизации. Вышел на улицу дети, школьники, студенты. Детские сады рисуют Гагарина, его космический корабль, выдающий достижения. Поговорили со станцией. Станция, которая летает над нами. Это чудо 21 века. 470 тонн, если его положить на Красной площади, будет от памятника Минину-Хожарскому до исторического музея. Это самое гениальное изобретение человеческое. Было 10 человек всего состава, в том числе и американцы. Мы приветствовали с днём космонавтики и с днём рождения Гагарина. Идите сейчас в некоторые школы, спросите, кто такой Гагарин. Вам каждый второй школьник ничего не скажет. Кто такой Жупов, самый гениальный полководец на свете и в операции изучает и в Академию Мирового Министерства. Вам многие ничего не скажут. Если наиболее граждане и новое поколение, да они отдадут завтра, что хочешь. Это и есть Ивана Николаевича родства. Это и есть смысл социальной и продавательной политики, которая в последнее время, это либеральная свора, фашистующая, и которая готова разворовать и дальше страну проводить. Я хочу, чтобы после размущений, которые вчера были, была выстроена взвешенная и разумная политика. Он обязан учиться ленинско-сталинской модернизации. Никогда человечество не имело более высоких пеплов. Наша страна за тысячи лет впервые в историю советской власти стала самой умной, самой индустриальной, самой космической, самой передовой. Она прежде всего с помощью науки инженеров выпустила великолепную военную технику, которая разбила весь фашистский рейд, а потом сделала лучшие ракеты, лучшие самолеты, лучшие космические корабли. Наш «Буран» в автоматическом полете в огромном боковом метре сел с точностью на аэродром 30 сантиметров. Вот здесь режет Кений Келдыш, который решал эти задачи. Здесь Королев, без которого не мыслим мы такие программы. Здесь Курчатов, без которого не мыслим сегодня наши ракетные ядерные полеты. Никто из них сегодня не приходит поклониться и сказать спасибо. Они пока эксплуатируют то, что, собственно говоря, страна создавала и чем гордились вы все вместе. На мой взгляд наступает новый. Если Путин своей командой не сделает соответствующие выводы, нас ждут времена хуже 90. Но меня несколько вдохновляет состояние, прежде всего, наших вооруженных сил. Так бездарно, как в 91-м отдали пьяным Ельциным и ворам типа Чубайцам, я думаю, эта армия уже не отдаст ее. Она обязана ее защищать, если клялись и божили, что они будут до последней капли крови защищать свою территорию, нашу историю, нашу победу и наши выдающиеся достижения. Я считаю, что вчера надо было Путину официально признать Донецкую и Луганскую республику. Вчера он сказал, красные черта проведены. Ну, на мой взгляд, Донецкая и Луганская красная черта давно наступила. Мы вот в понедельник отправляем туда 91-й конвой, 120 тысяч тонн поддерживаем, 120 тонн, 120 тонн, 11 тысяч отправили. 11 тысяч отправили. Мы отправляем специально. Мы приедем 7 тысяч детей. Почему ваши каналы ничего это не показывают? Что это плохие дети? Приездите, посмотрите в глаза, в лицо. Те, которые при фронтовой полосе первые три дня, при звуке каждого самолета, приседают. У них там эта нацистская банда, которая засела, оккупировала Киева, отняла уже детства. А мы их сюда привозим, в храм Христа Спасителя, в школу Мастерово, на выводку достижений. Они должны расти нам с друзьями и братьями. Я вчера вечером посмотрел, Соловьева, и резидент выступал перед всеми фракциями, перед всеми депутатами. Почему там только двое представлены? Единой России, Жириновского там придачу, поддать его там приглашают, и на советскую власть привозят. Вот их вся, в классности, вся информационная демократия. Значит, от своих 100 каналов, 100 газет мы сумеем пробиться граждан страны. Но сегодня поздравляю с этой выдающей сюда. Хочу еще раз обратиться ко всем. Если вам объявляют войну, нам объявили серьезную войну. Если надо, можете представить, у нас посол в Америке, единственный посол в мире, ходит под санкции. Такого никогда не было. Если вас уже называют убийцами, если готовы расправиться, если к батке Лукашенко подсылают уже всякую сволочь, и вы сидите и это глотаете, завтра встать в почту и расправиться. Да, принимайте меры. Они известны, эти меры. Для этого и существуют спецподразделения, и слуга. Мы научились и воевать современными методами. И спасибо ребятам, которые это делают. Если бы раздавили Сирию, надо бы весь юг уже под брюши полыхал. Так вот, надо иметь в виду, что те, кто сидит сегодня в Иве, и те сырушники, которые готовы организовать захват собственного конгресса, они не дремлют. Им важно поджечь Тонбасс с тем, чтобы столкнуть славянский народ. Поэтому сегодня, в этот день праздничный, обращаюсь прежде всего к женщинам всей Украины. Не слушайте этих мероприятий. И посылайте своих сыновей. Те, кто там сегодня отдают приказы, они не понимают, что такое современная война. Те, кто загоняет танки из-за лафет и орудий, сверху ничего не прикрыто. Это мишени, которые расстреляют за двое суток. И никакие полтора десятка бесполотников турецких никому не помогут. Они просто хотят этот пожар поджечь, а мы не имеем права этого допускать. Поэтому, если бы вчера Путин сказал, признаем, и прямо заявил, мы свой русский мир будем защищать, как защищаем тысячи лет. Вот с этой бигуны, с мавзолея, Сталин обращается к державе 41-го. Так и сказал, вам будет освещать путь Александр Невский. 800 лет мы празднуем в этом году, со дня его рождения, это гения русской державности. Как Дмитрий Донсков на поле Куликовом, как Путузов и Суворов здесь защищают державу, как Жуков и Рокоссовский, как Ленин и Сталин защищали и создавали паритет стратегический. Тогда будет все в порядке. Поэтому Путину придется делать выбор. Одними терапевтическими летами не обойдешься. Все, что он вчера сказал по социалу, это бы в то раз говорили, предлагали и называли. Но чтобы это реализовать, надо бы уже 33 триллиона, а не 20, как сегодня. Надо национализировать стратегические ресурсы, природные, поставить на службу каждому, а не 15 упорям, которые захватили. Надо ввести прогрессивную шкалу налогов. Надо госмонополию ввести на спиртоводочные, поддержать все народные предприятия. Вот рядом Совхоз Грудини лучшие предприятия в стране. Какой? 800-й суд уже, никак этих шакалы не могут захватить. А шакалы еще сидят вот рядом, которые дирижируют все эти проценты. Всем этим процентам. Мы создали широкое движение Левопатриотический фронт. Развернули движение за СССР, насильную, справедливую, социалистическую родину. Без справедливости, дружбы народов, социализма мы не справимся с новым вызовом. Наша партия играет исключительно важную роль в стабильном, демократичном развитии нашей страны. В ближайшие дни мы проведем свой съезд и дальше будем активно участвовать в выборной кампании. У вас на выборной кампании будет два варианта. Если нравится, как нынче, Единая Россия и все ее прибытии. Если нет, за левопатриотический фронт. Я надеюсь, в этот раз вы не живете. Еще раз проехать. Спасибо. 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 Спасибо.